День программиста – это возможность отметить достижение и вклад представителей этой профессии в мировой технологический и информационный прогресс. А делают бельские программисты важную и нужную работу. Причем не только для белорусских компаний, но и зарубежных. Наша компания занимается разработкой программного обеспечения, но если выделить какие-то, может быть, более узкие направления, то это сбор информации, ее обработка и предоставление для того, чтобы в последующем аналитики могли ее обрабатывать и прогнозировать какие-то продажи, либо понимать о том, что необходимы какие-то новые продукты на рынке, и эти продукты каким-то образом улучшат качество жизни других людей. Ну, образно говоря, так. Может быть, еще даже взять, если стороннюю какую-то часть, это все-таки какая-то автоматизация, уход в большей степени от ручного труда. Вот как была какая-то революция, не какая-то, а индустриальная революция была в начале, в конце 19 века, когда машины заменили людей, ручной труд. Вот сейчас какую-то часть, получается, автоматизируем мы, можно сказать, что та же самая революция происходит сегодня и у нас. В центре внимания программистов всегда новые технологии и возможности. Они постоянно обучаются и совершенствуют свои навыки, чтобы быть в курсе последних тенденций и требований в мире IT. Чтобы войти в IT, нужно знать хотя бы один язык программирования. И для начала Дмитрий рекомендует Python. Самый популярный язык на сегодняшний момент, который, наверное, с каждого утюга отрубит, это язык Python, потому что он многопрофильный, там практически очень, как говорят, низкий порог входа. То есть относительно других языков не нужно много изучать для того, чтобы начать писать программы на нем. Относительно других, я повторюсь, потому что все-таки основы, это устройства сетей, да, и другие вещи, там устройства компьютера, как это работает, это все равно необходимо знать для того, чтобы разбираться в сфере и быть в ней востребованным, чтобы получать опыт. О том, почему он сам выбрал программирование, Дмитрий отвечает задумчиво и с улыбкой. Может, потому что считает, что превратить строки кода в рабочую программу тоже своего рода магия. Мне на самом деле нравилось видеть, что строки кода, они могут выполнять определенные действия и давать результаты в нашем физическом мире. То есть это, по сути, что-то невидимое происходит внутри компьютера, происходит какая-то магия или вообще на сервере. В результате каких-то вычислений мы получаем осязаемый результат. То есть мы понимаем, ну, если брать даже в рамках той темы, о которой я сказал, допустим, если мы анализируем какой-то рынок, собираем информацию, смотрим, допустим, какой пакет молока, условно, с какой жирностью продается лучше, или какие акции прошли и принесли прибыль наибольшую, то таким образом мы можем спрогнозировать прибыль в следующем месяце, либо в следующем году, и куда двигаться, ну, согласитесь, если в магазине будет условно продаваться, там, полмагазина с забитым каким-то продуктом, который никто не покупает, то это будут в конечном счете издержки для всех. Современный рынок труда меняется каждый месяц. И чтобы оставаться в востребованном соискательной, вакансию сегодня должен обладать определенными качествами. Если он целеустремленный, добропорядочный, интересный, желанием и стремлением двигаться вперед, он должен обладать это точно. И тогда то, из-за чего многие идут в эту сферу за деньгами, они сами по себе потянутся. Брестский технопарк – отличная площадка, чтобы начать свое дело, если вам есть что предложить. Резидентство здесь дает ряд преимуществ. Для развития бизнеса есть готовая инфраструктура, льготные условия налогообложения и даже предоставляются профессиональные консалтинговые услуги. Все это Дмитрий прочувствовал на себе. У нас произошел такой значительный рост. Мы сначала были в одном помещении, у нас было два программиста на сегодняшний момент. Наш штат увеличился практически вдвое. Но опять-таки в рамках этих территорий город предоставил прекрасную возможность нам, как компании, арендовать это помещение, заниматься тем, что нам нравится, вкладывать свои силы, развиваться и чувствовать себя комфортно, чувствовать со стороны государства все-таки заботу о том, что мы не остались наедине сами с собой, иногда своими вопросами, проблемами. Потому что даже когда хочется разрабатывать какие-то программы, все-таки в условиях, в которых ты это делаешь, это тоже действительно очень важно. И если посмотреть, здесь условия нам предоставили комфортно. Спасибо за это. Чтобы успешно войти в сферу IT, Дмитрий советует экспериментировать и обучаться новому. Не забывать о важности практики, участвовать в хатаконах и соревнованиях. И тогда у вас обязательно все получится. Василина Буцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста. Дмитрий Лимонтович, Новости Бреста.